Мы умеем считать не только суммы геометрической прогрессии, а мы умеем считать вот такие суммы, если вот этот страшный индикатор заменять на синусы и на косинусы разного вида суммы, мы умеем тогда считать. Теперь вспомним. Значит, у нас с вами цель какая? Применить это как раз в последовательности и от альфа. Правда? Где альфа делает подрезку от 2 по 1. Значит, если бы я мог уменить индикатор, например, на синусы. Вот такое умножение. 2i, скажем, m, а вот это у меня xn. xn, да? Где m это какое-то целое число. Целое число. Несмотря на то, что xn это какая-то странная дробная часть n альфа, но дробные части от n альфа чем отличаются? На что отличаются дробные части от обычного числа? На целое число. Правда? А целое у нас здесь синус съезд. Почему? Потому что у синуса d и у 2p. Если вместо xn подставить целое число, то это вообще ноль. Понятно? Добавление к аргументу синуса 2p в графу окружности полного. Это синус на меняе. Понятно, да? Значит, что у нас получается? Я могу написать, что у нас в точности синус 2p m альфа n. Ну а теперь вот это обозначено за x. Мы получили вот такое выражение синус nx. А такие выражения мы умеем считать. И значит для таких выражений мы можем сказать, почему стремятся эти выражения вот здесь. Это сумма. Правда? Вот если я индикатор какой-то волшебной палочкой заменю на синус 2p mx. И значит вот этот адрес от x заменю вот такой. Или косинус 2p mx. Вот если у меня будет волшебная палочка, которая позволит заменить индикатор на синус и косинус, то я смогу вычислить эту сумму. И более того, я даже знаю, почему она сходится. Потому что смотрите, что получится. Эта сумма ограничена. А еще делится на что? На n. Если что-то ограниченное делится на n, а n – это большое количество. То есть почему стремится? К нулю. Ну, куплю. Значит, получается, что я, если научился считать эту сумму для синуса, для косинуса, например, в моем конкретном случае, это научился делать вот так. То есть наша с вами цель – это же последовательная нальфа, да? А для нальфа – это вот ровно тот случай, который я умею вычислять. И значит, получается, что задача в чем состоит? Задача состоит в том, что я вот такие суммы для индикаторов считать не умею. А для косинуса в нужной ситуации, в ситуации такой последовательной, считать могу. Могу получить явное выражение и посмотреть, что с ним происходит, когда n становится бесконечности. Так? Значит, мне надо научиться подменять в этом выражении индикаторы на косинусы и синусы. Понятно? Значит, вот в этом будет состоять дальнейшее рассуждение. Значит, надо научиться заменять индикатор на косинусы и синусы. Но это очень странно. Как вы собираетесь индикатор заменять на косинусы и синусы? Во-первых, косинус и синус – это отличные функции. Что значит это? Хорошие функции. Они такие, что вот если вы начнёте рисовать, вы его нарисуете, не отрывая руки от косинуса. Такие функции называются непрерывными. Так? Значит, получается, что у вас… А индикатор уже не такая функция. Потому что индикатор не получится нарисовать, не отрывая. То есть, надо ли? Ну, наверно, чтобы ступеньки нарисовать. Значит, индикатор уже не такая функция. Теперь, синусы и косинусы – это функции периодические. Да? Если вы его нарисуете, то будет повторение одного и того же рисунка. Так? А индикатор – это периодическая функция. Он вот здесь единичка, и дальше всё выигрывает. Но никак он не похож на синус и косинусы. Да? Вот если бы он был похож на синус и косинусы, мы могли бы его заменить. Поэтому нам надо сначала индикатор улучшить. Надо заменить его чем-то очень похожим на синус и косинусы. Вот давайте попробуем это сделать. Замера будет действительно такой серии картинки. Адс-01. Вот здесь – адс-кабальт. Так далее, дальше адс-кабальт. Адс-кабальт – большинство. Вот, может быть, один. Вот здесь – единичка. Это индикатор. Правильно? Один, здесь – 100. Теперь делаем такую. Берем, отступаем вот сюда. Наталью. А-D. И сюда. А-B-D. И рисуем вот такую любого вам знакомого цвета. Называется трапеция. Видели, ребята? Вот так вот. Значит, чем это лучше, чем и не так? Она стала уже какую-то жизнь? Непрерывной. Непрерывной. Правда? Теперь смотрите, как набро. При этом она очень мало отличается от индикатора. Например, для этой функции давайте ее обозначим GD. Для нее что верно? Что индикатор Адс-кабальт точно не превосходит GD. Потому что индикатор вот здесь, он накрыт сверху, в этой коробке. Понятно, да? Таким-то церковатом. Открыли индикатор. Значит, эта непрерывная функция, она сверху оценивает этот вид. То есть, смотрите, что с ней будет произойти, если мы вот этот параметр D и начнем в 0-0 лежать? В этой коробке начнут крылышки закрываться, и она превратится в какой-то момент во что? Прямо в индикатор, да? Ну, то есть график будет как в индикаторе. Вот. Теперь смотрите, а это хорошая функция, получила GD. Она мало отличается по индикатору. Так? И она еще не вырыгнута. Ее график уже может нарисовать, не отрывая руки от газа. Вот видите? Так? Но она все еще не такая. Не периодическая. Правда? Нам надо из нее сделать функцию периодическую. Уж синус сухой, функция какие? Периодическая. Как нам из нее сделать периодическую функцию? Давайте смотреть, как она сделана. Значит, давайте вот возьмем, продолжим дальше. Вот мы видим. Здесь одно, что тут отрезано. Сло числа 1, 2, 3. И в эту сторону продолжим. Вот 0, здесь будет минус 1 и так далее. И возьмем, и дорисуем ее так, чтобы она оказалась периодически. Нас-то интересует только то, что происходит где-то. На отрезке 1, 2, 3. А все, что происходит в нене, у нас вообще не будет касаться. Поэтому изготовить функцию периодических очень просто. Примерно здесь рисуем точно так, уже так. И вот у нас получилась уже отличная периодическая функция. Видно? Получилась 1 периодическая функция. Причем отличная такая негативная. Она уже очень похожа на синус. Вот он тоже так себя ведет. Но только его там надо модифицировать немножко, но тем не менее. И это уже, смотрите, хотя бы мы находимся в близком классе функций. Это гиперинные и периодические. Теперь нам кроме функции GD, которая накрывает сверху индикатор, потребуется вспомогать еще одна функция, которая наоборот лежит его внутри. Значит, вот я еще одну картину рисую. Значит, еще нам потребуется функция такая. Значит, возьмем 0,1. Здесь AB. И теперь мы внутри отступим. A плюс D. А внутри B минус D. И нарисуем так. Вот такую трапецию. Здесь единичка, да? Вот наш индикатор, он вот такой. Вот он наш нормальный, да? А мы нарисовали функцию вот такую. Опять получилась какая функция? И P минус D можно нарисовать, не открываем, не отдаст. А теперь смотрите, если мы продолжим дальше, можно продолжить так, чтобы получилась периодическая функция. Значит, вот эту новую функцию мы отзовем HD. HD. Какие у нее свойства? Это опять один периодическая функция. И она уже, наоборот, к индикатору относится так, что индикатор больше ли бывает, чем эта функция. HD. И опять, что будет произойти, если дельту уменьшать? Вот эта узкая трапеция, да? Она начнет что делать? Вот так становится все больше похоже на прямоугольник. Правда? Пока просто ее график не превратится в график чего? Индикатор. Осознали? Значит, получается, что я теперь подавал две классные функции. Они не поедают. Они периодически. И они зажимают индикатор сверху и снизу. И что мы можем с ними сделать? Смотрите. Это выражение теперь можно догонить выражением с более классными функциями, чем индикатором. Выражение исходное. Я его подменяю. Сверху. На выражение такое. Шер Дельта от х1. Плюс так далее. Плюс же Дельта от х1. Разделить на 5. А снизу подменяем на h. Дельта от х1. Плюс h Дельта от х1. Разделить на 5. Почему я могу так сделать? Потому что функция g у меня накрыла сверху индикатор, да? А функция h у меня накрыла сверху индикатор. Понимаете? У меня во всех точках g Дельта больше, как мало. А h Дельта, потому что меньше, либо равно, соответственно. Понятно? Классно было бы, если бы здесь прямо-таки оказались в косинусе синуса. В чистом виде. Но у нас это пока очень похожее на косинусе синуса функции. Такие вот непрерывные и один периодические. Но все еще пока не синус используется. И вот тут нам на помощь приходит замечательная совершенно теорема, теорема, которая мы отложим на конец, чтобы у нас не было повисла и не сильно рассветленного. Но она вот сделает поступней шаг. Покажет, что любую периодическую непрерывную функцию можно на самом деле с небольшой погрешностью сменить над и гнометрическим. Вот движки. Пролево. 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 Пусть. f от x это один периодическая непрерывная функция. Я знал, значит, что группы периодические мы знаем, а непрерывные, что в отличие от индикатора и график можно рисовать неоткрывая руки от доски. Глобально это неверно, но для нашей цели вполне сойдет таковое внимание. Значит, вот f от x один периодическая непрерывная функция. А что тогда делать? Тогда для всякого ε существует... Как это сделать? Для всякого ε существует тригонометрический тригонометрический многочлен t' от x Слово тригонометрический означает, что это какая-то линейная комбинация косинуса в синусе и константы. То есть это многочлен такое какое-то а нуликовое значит, чтобы с этими а и в я не путал себя большими а нуликовое плюс а дальше сумма такая сумма АК какого-то конечного от К полного х до АК здесь стоит АК косинус два И К Х плюс ВК синус два И К Х То есть оказывается найдется тригонометрический многочерк с каким смойством значит вот с таким смойством что r от x минус t ε от x меньше m для всех x это что означает запись означает следующее вот у меня была функция ну в данном случае у меня функции весьма специальные вот такие да один периодически косинусы я теперь взял косинусы синусы это какие-то колебнуться главное причем смотрите в этих косинусах синусов здесь k бывает то есть у них частота колебания она большая когда сюда большое число ставишь мы сейчас это даже нарисуем но эти косинусы они так сильно колебаются я с разными коэффициентами начинаю вот эти все такие вот колебательные трафик такие да складывать оказывается что я получу какую-то такую функцию которая колебница вот так же очень близко подходит к к значит к моей функции исходной что значит близко это значит что вот она вокруг на радиус ε потому что это максимум то есть если я на точность ε взбиваю я смотрю как издалека то я вижу свою функцию то есть график вот этого многочлена до геометрического он повторяет почти с точки дайвусом отчертания графика исходной функции понятно да в частности если я скажу я в точке x вычитывал значение геометрического геометрического члена и оно оказалось вакуумом то что я могу смотреть на значение функции я ну я пошивец максимум на x понятно да то есть как будто я теперь вижу перед собой не какую-то там функцию один периодичную а я вижу комбинацию синусов и косинусов так а глядя на них могу говорить что-то о значении исходной функции при этом ошибка плюс-минус какое-то эписин и эписин такое теперь конечно это как-то ну как у нас будет интересовать ну как устроена вот коэффициент без мороза а вот нас будет интересовать вот это как устроен коэффициент англ как он связан с функцией для этого надо вот обсудить вопрос казалось бы, никак не связаны с тем, что мы сейчас делаем. Т.е. я напомню, наш с вами подход такой. Нам нужно научиться исследовать, как идет себя это умножение наибольших метров. Для этого надо научиться считать такие суммы. Считать такие суммы мы научились, не похожие на такие суммы, мы научились считать для космусов и синусов. Поэтому наша цель – подменить индикатор на комбинацию космусов и синусов. Мы подменили индикатор сначала непрерывной периодической функции, а потом воспользуемся вот этой супертиоэрой, которую в конце лет докажут. О том, что можно с полюборно близко проходить ради периодической функции, вот выражениями такого вида. Теперь мне нужно понять, что вот это за число. Что оно значит?